Мой друг по звонку все вопросы решает, за это его все вокруг уважают. Добрый день, дорогие мои люди! Мы продолжаем прямые трансляции из нашего сумасшедшего дома. Сегодня у нас на связи есть уникальнейший человек, который, будучи народным депутатом нескольких созывов, фактически видит ту сторону медали, которую для некоторых видеть очень сложно. У нас сегодня в гостях Алексей Журавко. Это человек, который фактически парламентарий, который занимался вопросами развития будущего Украины. Я знаю сам лично, что он строил в принципе будущее, жил в Олежках, очень серьезно его знали. И сегодня он оказывается в гонении, потому что он считается сегодня самым знаковым сепаратистом и человеком, который якобы против территориальной целостности, если уже на то пошло. И вот мы сейчас зададим вопрос. Алексей, скажи, ты действительно против территориальной целостности Украины? И почему тебя вдруг решили назвать сепаратистом? И как тебя вообще могут изгонять из своего же государства? Прокомментируй, пожалуйста. Ну, во-первых, я приветствую, дорогие телезрители, приветствую тебя. Ну, во-первых, я тебе хочу сказать, мне все равно, как меня называют. И плевать мне на этих чиновников, СБУшников, прокурорских, как меня называют. Я остался человеком. Ну, первое. Я, во-первых, против развала Украины, как они сегодня говорят. Во-вторых, я знаю конкретно, кто развалил эту Украину. Это Порошенко и та банда, которая в 2014 году сделала государственный переворот. Я борюсь за правду. Конечно же, печально, что сегодня Донбасс и Луганск, и Донецк, и Луганск, и Крым ушли от нас. Но надо в первую очередь, наверное, смотреть на свои ошибки. Почему это произошло и как это произошло. То, что Украина сегодня попала в геополитический, назовем так, разрез, это понятно. Теперь второе. Да, я сепартист, как они называют, но только в кавычках. Как я вот этой рукой буду отстреливаться? Или вот этой рукой кричать, делить Украину? Нет, я за целостность государства. Но я против этой власти. Я не мог отказать геатрическому диспансеру в Донецке, в который попали снаряды. Там убитые были инвалиды. Много покалеченных, они и так калеки. Еще калеками стали. Поэтому я туда направил гуманитарную помощь. Чем я мог? Коляски, специальные простыня, специальные клеенки. Для мачекала стоматиков направил туда специальное оборудование. В чем проблема? Неужели непонятно, что стреляем по своим гражданам? Я украинец. Поверь мне. Вот я тебе покажу и отвечаю за себя. Вот мой украинский паспорт. Я за Украину. Но я против дебилов, шизофреников, которые Украину разваливают реально. Я против, чтобы Украина насыщалась кладбищем. Я против того проведения геноцида, который творится. Вот за это я и сепаратист. За то, что я правду говорю. Ты знаешь, я привык строить, созидать. Да, я жесткий управленец был. Я привык требовать с тех, кто не выполнял ту или иную поставленную мною задачу. В чем проблема? Я против вранья. Я был лично на Донбассе. Я знаю, что такое война. Только знаешь, я говорю всегда честно. Мне в Донбасс не страшнее поехать, чем в Украину. Там я хоть понимаю, что либо пуля влупит в тебя, либо снаряд попадет. А вот самое страшное, когда тебя будут раздирать свои же. Человека, который без рук, без ног. Человека, который что-то строил. У меня вопрос. Они догрызутся. Все, все догрызут. А кого же они потом будут грызть? Те же самые СБУшники, прокурорские. С чего они будут жить? Ведь у них семьи. Да, они типа сегодня на тырят, уедут в Европу. Но только они забыли, что в один прекрасный день их с Европы погонят. Сегодня в Европе, в Америке нужна дешевая трудосила. И они с помощью таких, как мы, дебилов, извини за выражение, что я так выражусь, отстроят еще больше. А мы будем в дерьме жить. У нас кладбища будут расти, как грибы. Туман смерти будет покрывать все Украиной. Дети будут умирать, потому что медицины нет. Не развивается ничего. На нас, как на кроликах, испытывают какие-то медицинские препараты. В чем проблема? Вот за это я и сепаратист. Ну, подожди, я тебе тут позволю с тобой не согласиться, потому что сепаратист, ну, по логике вещей, так как люди понимают, это тот, который выступает непосредственно за разделение или, скажем, уничтожение целостности государства. Ты, скажи, вот ты считаешь, что Донбасс, Луганск может жить без Украины. Как ты считаешь? Это одна единая республика? Я не говорю сейчас про Крым. Ну, значит, в данный момент, если дальше лупить, то уже Донбасс жить не будет. И чем дальше руководство страны, в кавычках, безумные и тупые творят эти чудеса, тем дальше народ украинский, тот, который они якобы называют, он от нас отходит. Я, что ли, лишал их пенсии? Нет. Я, что ли, заставляю дедушек, бабушек переходить через разбитый мост? Дедушки, бабушки через посты проходят, умирают там. Я, что ли, это делаю? И вы хотите, чтобы народ этот вернулся к нам? Ну, Алексей. Вы сперва, вы, эта власть сперва должна что-то создать такое, чтобы привлекать людей. Алексей, я тебя перебью. И Петю Кровавого Кондитера, который развязал войну, мы все это понимаем, сегодня фактически жители Украины свергли от запада до востока, от севера до юга. А скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот сейчас новый президент, его позиция, как ты видишь, что-то будет меняться, твое мнение? Ну, меняться ничего не будет, будет еще хуже. И то, что я наблюдаю и вижу, и во что оно выражается, и как проходила избирательная кампания, как кандидаты выражали свои якобы программы, но надутые непонятно чем, то это мыльный пузырь. Он ничего не сделает. Парламента у него нет фактически. Выборы досрочные, он уже проиграл, не назначит их. Фактически он пошел на поводу, так как большинство безумно дурных, амбициозных, шизофреников, маргиналов в парламенте очень много. Поэтому еще все впереди. То есть ты не питаешь каких-то иллюзий относительно какого-то изменения? Я не питаю иллюзий. Я уже увидел, когда блокировали Крым, и я говорил, не надо этого делать. Вы считаете, что это ваши люди? Не надо гатить лэпы, не надо отключать воду. Что вы наделали? Они же не поняли, во сколько пострадала Херсонская область от того, что отрубили крымскую воду. Да, так получилось. Да, референдум произошел. Да, Крым это была автономная республика Крым. Но извините, кто согласится, что ввалили памятники? Вот я строил сколько памятников. Зачем вы развалили? Какой бы ленин не был, это моя история. А историю нельзя обижать и рушить. Поэтому чем больше мы рушим историю памятники, вот это горе выливается на Украину. Нельзя создать что-то, если ты не помнишь историю и как возрождались эти страны. Это глупейшая ошибка, что не есть на белом свете. Вот и сегодня взяли и отрезали полное их Херсонской области. Это коллега Херсон проживет. Подождите, еще жара будет. Вот это факт. Никто не думает наперед. Я вообще против войны с мертвыми. Потому что именно это и есть раскол. Раскол это русский язык, когда начали отнимать. Раскол это когда начали уничтожать памятники наших дедов. Пусть они даже советские были. Но все почему-то в домах живут, еще до сих пор советские. Нельзя. Любой труд, он должен цениться и помнится. Потому что наши деды умирали-то за нас. Вот, к сожалению, но это факт. Вот это и приводит. Теперь мы говорим, что там Бендера, герой в Западной Украине. А у меня вопрос. 41-й, 42-й, 43-й, 44-й год. Что Бендера построил на Западной Украине? Учителей вырезал. Дедушек убивал. Детей у Ан-УПа на вилы наколупывали. И когда с задницы вылезла Западная Украина, почему в историю эту не смотрят? Ведь там, где маргиналы пытались свою построить отдельное княжество, эти княжества заканчивали чем? Нищетой, бедностью, голодом и разрухой. Алексей, а я тебе здесь чуть-чуть добавлю. Я понимаю, что ты человек... Вот мы сейчас, конечно, бы хотели бы заострить внимание. Потому что для многих людей почему-то многие думают, что ты хороший, нехороший человек. Но мы подойдем, как ты вырос, как твое детство прошло. Но я тебе скажу, если у нас люди не помнят 2004-й год. Ну, совершенно не помнят. Когда, помнишь, Югченко, так, все кричали, приходили. И танцы на граблях, те же самые, в 2017 году. Я уже не говорю про итоги Второй мировой войны или Великой Отечественной войны. Про Бендеру, там, про... Давайте поименными называть. Я не буду называть итоги. Мы не будем говорить, потому что люди... Для меня это Великая Отечественная... Совершенно верно. Но люди многие не помнят. Скажи, пожалуйста, вот ты сейчас, я видел, сделал репост твоей акции. Возложи цветы на, скажем, могилу неизвестного солдата непосредственно. Ты же поднял вопрос. И почему-то многие, как ты говоришь, маргиналы или шизофреники, очень сильно яро начали говорить. Вот, Алексей Журавка вышел. А что ты такого, в принципе, показал, что людей начал обезить? Как ты думаешь? Понимаешь, я так немножко, если время есть, в экскурс дамся. Там, где я воспитывался, в Сюрюпинском... Расскажи вообще, пожалуйста, кто ты, откуда ты, как ты вообще... Вот многие не знают, как ты человек, который от рождения являешься инвалидом... Я сейчас расскажу вот с самого такого вопроса. Я сам с Сюрюпинского детского дома, номер два. Сейчас это Олежки. Родился в Днепропетровской области. Привезли меня в четыре с половиной годика. То есть тебя родители оставили? Тебя родители оставили, так получается? Нет, я своих родителей люблю. Так жизнь распорядилась, и неправильно сделали, что они меня оставили. Именно в детском доме. Иначе бы я вырос у тюси-пуси, и был бы сейчас в дом пристарелых. Все-таки я, как инвалид, без руки, без ног, и должен расти в своей среде. Чтоб я стал не только мальчиком, но и мужчиной. Смогу ли я выжить? Вот в те времена в детском доме действительно преподавали уроки жизни настоящие. Нас учили лимонки кидать, и стрелять учили, и ездить учили, и жрать готовить, как говорят. Элементарно постирать себе носки. Даже если ты без рук, без ног. Плавать заставляли. И я тебе хочу сказать это правильно. То есть ты в детдоме стал мужчиной, правильно мы говорим? Да, самым настоящим. Прошел армию, прошел армию четырех с половиной лет. Да, да. У нас подъем был, можно сказать, казарм. Не было такого. Я тебя прошу, а ты скажи, как директора детдома звали? Ну слушай, и Перминов Геннадий Николаевич. А женщина, женщина, напомни фамилию мне ее. И Вера Ильинична. Вот Вера Ильинична. Я как-то приехал к Вере Ильиничне в прошлом году, мы там клубнику ей привозили. Она мне говорила, ты знаешь, вот у меня Алексей Журавка висит здесь. Говорит, вот его памятная фотография есть. Я ему очень благодарна. Ко мне приходили, говорит, убери там, это же типа сепаратиста. Я говорю, я не могу убрать, потому что этот человек сделал для нашего детдома столько, сколько они сделали, ну, все вместе взятые чиновники в кавычках. И она открыто мне тогда сказала, что мы, Алексей Журавка, благодарны нашему выпускнику. Ну, вот я тебе договорил, вот когда я через все это проходил, учился чему-то жизненному. Как говорится, нас учили строить будку собачью хотя бы. Если ты можешь с одной рукой построить хотя бы будку собачью, ты будешь человеком. А самое главное, что нас учили действительно образованию. Это история. Культура. Это и русский язык. Это и украинский язык. Никто не делил тогда на своих чужих. Меня так получилось в те годы, растили именно ветераны Великой Отечественной. Война. Знаешь, когда Баба Маруся мы ее нежно называли, вот грудь у нее вся в орденах, в медалях. И снимает мальчики, я хочу вам показать, чтобы вы видели, что такое война. Открывает вот здесь, а здесь куски выразаны осколком. И рассказывает, что творили фашисты. Это забыть невозможно. А когда Дмитрия Юрьевича вспоминаешь, который ветеран Великой Отечественной войны. Без ноги. Он работает обычным свинарем, как это называется. Свинушек кормил. Мясо нам давали. Он показывает свою культуру. Говорит, а это мне снарядом оторвало. То есть ты говоришь о 80-х годах, правильно? Да. Это когда я в данный момент воспитывался. Это меня они воспитывали. Вот. Они мне привили, что такое курочек выращивать. То есть это настоящие фронтовики, которые ходили в атаку. Это настоящие фронтовики. Войну прошли. Дружище, я тебе скажу, когда выходят сейчас на парад победы люди с орденами, я их не ветеранами называю, ветеринарами, по сути. Давно эти ветераны уже практически поумирали. А те, кто сегодня, знаешь, есть ветераны в великой части войны, их мало, и их надо беречь. Их надо беречь, согласен. И надо спасти их от этого ужаса, который сегодня наблюдается в Украине. Ну, дай я тебе это расскажу. Вот я воспитывался на этих людях. Они мне курочек воспитывали, объясняли, как кормить. Живность. У меня было очень много живности. Они мне провели труд в детском доме. Я вышел с 15 лет работать. А где ты работал с детдома? Где ты работал? ХЦБК, предприятие Гангли, Аметист я работал. А кем ты работал? Ну, я работал главным специалистом по снабжению. Царство Небесное, покойный, Вайханский, коммунист. Вот такой мужик, дядька. Но он меня чисто случайно увидел, когда я пешком шел в сторону ХЦБК, а у меня сломался Запорожец. Они подвезли, мы разговаривались. Он говорит, проходи. Он мне помог с малосемейкой. Он мне помог с учебой. Он мне помог с первым протезированием. То есть, у нас еще многие, например, кто не знает, ты говоришь, пешком шел. У тебя же от рождения, фактически, у тебя нету конечности. Я на своей коляске езжу. На коляске, скажи, чтобы люди понимали. На маленькой коляске. Ну, я думаю, меня многие знают. Многие знают, но вдруг просто нас смотрят многие люди, чтобы примерно понимать. Ну, мы будем говорить, так он меня подобрал. И я, значит, вышел в жизнь. Заочно поступил в Луганск. Заочно поступил в Херсонский институт наш. Экономист. И все в моих руках. Если бы я собой не занимался, я был бы б не кем. Бомжом. Подарайте христо ради. Я этого не хочу. Ну, ты же стал народным депутатом Украины. Ну, потому что, понимаешь, я свою жизнь, я вышел с детского дома с деньгами. У меня была Ольга Васильевна такая, воспитательная, которая чековую книжку принесла. Я говорю, ты выращиваешь курочек, ты выращиваешь животных. Я продавал утром и собирал эти деньги. Что у меня там оставалось более-менее? Я покупал колбасу домашнюю, там еще что-то. И мы с ребятами ели, как говорится, от души. А все остальное я копил на книжку. Сберкнижка тогда была. И я ей отдавал деньги, она ложила на сберкнижку. Я вышел, у меня было на то время где-то 15 тысяч. Я первый запорожец свой купил за 5,5 тысяч рублей. Это как сейчас я. Красный у меня запорожец был. Все помнят, как я на нем ездил. Потом я получил по инвалидности запорожецы. Я занимался пивом, торговал, жвачками торговал, металлолом возил на Польшу. Крутился. А? Крутился. Ну, а мне ж надо было жить. Потом те лихие времена я начал пригонять машины. Это 90-е. Алло, 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 связь прервалась. Пригонять машины начал. Алло. Пригонять машины начал, связь прервалась. Пригонять машины. Потом киоспо стал один, второй, третий. И так пошел расширяться, развиваться. Потом я придумал и создал ЧП Журавушка, такое предприятие. Потом встретился со своим однополчанином по детскому дому. И придумал, и я говорю, давай найдем все-таки и назовем предприятие Сити. Содружество инвестиционных трудоспособных инвалидов. Я начал набирать людей, таких же самых, как я. Но только тех людей, которые хотели жить. И трудиться. И трудиться, да. После этого я продал два киоска. И я познакомился с одним инженером в Херсоне, который изобрел гидрокавиатационное оборудование. И я патент этот выкупил. И создал первую бригаду. И начали заниматься чисткой теплообменной аппаратуры. Теплообменная аппаратура находится на нефтеприрабатывающих заводах. То есть начал нефтью заниматься? Нет, не нефтью. Я чисткой теплообменной аппаратуры. Аппаратурой, я понял. А за это я получал деньги. Естественно, зачем мне деньги брать, когда я за выполненные работы мог брать бензин. И так потихоньку я начал заниматься серьезной работой. От прибыли 50% я отдавал на благотворительность. Детским домам, интернатам. Таким, как я. Я в Херсонской области очень многим помогал. Никогда не проверил. Эта жизнь заставила. Я не люблю проверивать этим. В общей сложности. Где-то по отчетам я сдавал отчеты. Это где-то больше 154 миллионов я раздал. Мне не жалко. Я ведь отдавал это людям. При долларе 8 гривен. Да. Я покупал машины инвалидные для... Ну все в Сылюпинске, кстати, помнят об этом еще. Поэтому как бы... Я надеялся, что я останусь на своей родине. Поэтому я и помогал от души. А депутатство мое, ну это то, что там рассказывают, что типа я кучми там и все остальное. Нет. Они просто не знают всей правды. Они не знают, как в меня стреляли. Они не знают, как меня свои же подставляли. Поэтому сплетни собирать. Вот я судился с Ющенко, когда меня обвинили, что я изнасиловал девочку. Ведь этого факта не было. А ведь в этом Луценко участвовал, когда пытались с Днепропетровской области труп провести под меня. А ведь никто не знает, что я в это время, когда меня в изгнание отправили, когда Ющенко шел на президенты. Никто не знает, что я в это время в России работал. Не было никакой девочки. Это плюс. Две с половиной тысячи долларов заплатили парню, написали записку. И вот там в Сылюпинске он прочитал эту записку. А я ведь знаю фамилии, имена, кто это делал. И Ющенко, Червоненко, выходит и говорит, а мы посадим этого журака. Если бы этот факт был, уже давным-давно я сидел. И, во-первых, я настолько детей люблю, что я никогда себе это не позволил. А тем, кто насильники, я кое-что отрубовал бы всем насильникам, не советую этого делать. Вот и все. Это как бы мое личное мнение. А оболгально. И что получилось? Люди сделали вывод и проголосовали обратно за меня. А то, что мне машины поджигали. А то, что, извини, пожалуйста, мне подставы делали. Никто же об этом не знает, что я через свое сердце пережил. Вот все там говорят, родители тебя там бросили и все остальное. Дураки вы. Меня детский дом воспитал. Родителей я встретил, я их люблю. И они мои навсегда будут. Им спасибо большое, что они меня приняли, что я вместе с ними. Пусть сейчас на расстоянии. Твои родители, кстати, в Украине живут, да, сейчас? Да, надо уметь их прощать. Я просто не хочу говорить, где они живут и все. Ну, не важно, да. Надо уметь прощать, и я их люблю и ценю за это. А если вы не умеете прощать, поэтому у вас и кровь бьется. Вот и все. А на лжи никогда ты ничего не выслалил. Ну, что ж поделать. Но я-то свою жизнь знаю, что я достойно ее живу. Да, я потерял сегодня все. Все говорят, он там на тыль. А я не скрываю. Я благодаря друзьям сегодня живу. У меня за рубежом денег не было. Я все вложил в Церубинск. Все то, что, как вы называете, я тыльный, я все вложил, это в парке, в скорой помощи, в памятнике, в пушке, в дороге, в селах постарал стоматологию поставил. А вот вы после меня все разрушили. Сегодня, кстати, да, все в руинах, все заброшено. И не смогли даже защитить ту несчастную дачу, которая у меня была. Два каких-то домика. Ну что, вам нравилось, чтобы я без руки, без ноги лазил по своей тачке, блядь, и вы на меня как на обезьяну смотрели. А что там сейчас? Срач. Я как сейчас помню, я оттуда вывез, вы не поверите, 39 Камазов всякого говна. И что? Сейчас коровы ходят, деревья вырезают. Ну, чему вы радовались? Фабрика такая, которая бюджет давал. Ну, чему вы радовались? Завалили весь бюджет украинский. Нечего даже теперь отшиваться. Ну, у вас парк был красивый, зеленый. Что вы с ним сделали? Зато Воронов сегодня прекрасно живет, который устроил весь этот гебель. За которого проголосовала кучка. Я могу одно сказать. Если сами за себя стоять не будете, никто не поможет. Я выбрал свой путь, говорить правду. Я не побоялся поехать на Донбасс без руки, без ноги. Ты думаешь, мне там в Донбассе не говорили? Что ты приехал сюда, когда я побывал в аэропорту? Военные. И у тебя же так полкалеки осталось. Это тревет башню все. Я сказал четко. Вот можешь там найти в интернете, я сброшу ссылку там, где я был. Я сказал четко. Если суждено, значит, меня она здесь скосит. Если не суждено, я покажу правду. Я не боюсь смерти. Я видел все. Просто никто не спросил меня ни разу, Алексей, а что ты в этой жизни видел? Я бы сказал, знаешь, сколько я своих сверстников потерял, которые повесились, не выдержали этой жизни. А знаешь, как мне сейчас тяжело? Я там, мои все там. А знаешь, мне как хочется увидеть всех своих, с которыми я вырос. Пусть они даже сегодня по-другому думают. Сковородки надели на голову. Но я-то хочу видеть. Это там моя родина. Да и Россия для меня тоже родина стала. Я тебе хочу сказать, не знаю, что было бы дальше со мной. Но тем не менее, люди добрые помогают. А я делаю это от души. Я знаю, что в Херсонской области происходит. Я знаю всех подлецов и негодяев, кто раскалывал Украину. Именно в Херсоне. Но только они забыли, что по ихним же губам сало, и будет имя обмазано, сало. Ихним же все еще вернется воспять назад. История это как по спирали. И буберанг, он прилетит. Я не хочу как бы осознанно не называя многое, что просто-напросто тебя не подвести, потому что тебя семья, дети. Я знаю, что происходит. Знаю, как себя ведет Мангер. Не хочу о нем говорить. Это на его, на совести. Вот именно за меня. Я знаю, как ведет себя Слава. Сальдо Волчек. Савченко. Я знаю, как ведет себя Булюк. Я знаю, как Володя Сальдо ведет. Я всей ситуацией владею. Пофамильной. Я даже знаю всех бизнесменов, кто помогал на эту проклятую долбанную войну. Война исчезла, если бы люди отказались помогать. Не было никаких агрессоров. Он сам, Коломойский, сегодня уже говорит, что это гражданская война. А кто Азов создал, финансировал? Вот вам и ответ. Рыба гниет с головы, очистят ее с хвоста. А где сегодня Порошенковские люди? Смотри, как их сдают. Подожди, еще все посыпется. Мы узнаем, кто самолет свел. Я об этом заявлении делал и говорил. Мы узнаем. Мы узнаем, кто первый выстрел сделал по Донбассу. Фамилию и имя. Мы все узнаем. Мы узнаем, кто сегодня делал блокаду Донбасса. А я эти фамилии писал. И не скрываешь этого. Я каждый день выкладываю сейчас полностью хронологию. Чего и как. Поэтому всех херсонцев призываю. Хотите мне посмотреть в глаза? Придите, посмотрите. Я отвечу на каждый вопрос. Хотите спросить, кто виновен в том, что сегодня Крым не получает деньги за электроэнергию и за воду? Я вам конкретно назову фамилию, имя, отчество. Вот и все. Со всеми можно договариваться. Люди это не быдло, не звери. И пока у них все вещества есть и сердце тюкает, можно со всем договориться. Кроме дьявола. Вот я с дьяволом никогда не пойду договариваться. Ни совесть не продам, ни душу свою. Сегодня в Украине самый настоящий процветает дьяволизм. Поэтому когда мне говорят, почему ты здесь не остался, ты сбежал, да, ребят, были бы у меня руки нои, я пошел бы защищать свою землю. Ну, во Львове сегодня я не вижу донецких танков. А вот там украинские я вижу. Реально. А если размыслить, заблокировать, и чтоб люди вымерли, мор сделали, как это немцы сделали в блокадном Ленинграде, когда кольцом обложили, сколько народа погибло от голода. Вы что творите? Вы хоть соображайте, что вы собственный народ колбасите? И это не к тебе вопрос, это к Порошенко, к Турчинову, который начал. Вот за что. Все помнят прекрасно, что я был уполномоченным по правам инвалидов. Сколько я помог? Ты думаешь, меня законно уволили? Незаконно. Мало того, мои все документы аннулировали. Никто у меня этого не спросил. у меня даже свидетельства о рождении нет. Я доверенности не могу даже выписать. И вы говорите, что вы европейская страна, что вы без рок его без ну, а вы оставили без ничего, даже пенсии лишили. Вы что думаете, я упаду на кости перед Порошенко или перед Турчиновым, как меня заставлял Турчинов сам лично говорить, ты выйдешь на пятый канал и скажешь что Янукович убийца. Янукович трус. Я ошибся. И прошу прощения перед своим народом, что я за него боролся. И я это смело говорю. Я готов встать на колени, попросить прощения за свои ошибки. Но только хочу, чтобы меня услышали, что я против войны. Я хочу остановить эту войну. Нам она сегодня не нужна. И когда Турчинов сказал выйти на пятый канал, я тебе оставлю твою должность, знаете, что я сказал? Я траснул эти двери и сказал, никогда этого не сделал. Я своими глазами видел, как расстреливали ни в чем не повинных людей. Даже видел откуда. Вот за что на меня гонение началось. Поэтому я первый в своем заявлении сказал, что убивали майдановцы майдановцы. Майдановцев. вот и все. Всякие парасюки, турчиновы, парубьи. Вот в этих тварей кровь на руках. Дружище, ну, у нас заканчивается эфирное время. Я думаю, что людям у нас будет есть о чем поговорить. мы будем с тобой общаться. Я думаю, я все по большому счету сказал. Ты передай привет своим людям в Цирюпинске, в Херзонской области, кто тебя знает, и помнить, что есть такой Алексей у нас. Правильно? Я тебе так хочу сказать. Если они помнят, они будут сами говорить. Если они хотят, чтобы я вернулся, они сами поднимутся. И я готов вернуться и попахать не только на Херсонскую область, но и на свою страну. Я знаю, как закончить войну. Я знаю, как договариваться. Я знаю, что надо делать, чтобы хотя бы найти соприкосновение в первое время, но нельзя через колено ломать, когда между нами уже встали не живые, а мертвые, мало того, кресты. Нельзя ломать, когда река крови льется, и нас уже разделили. Мы народ-то один, но мы деленные. Вот это надо попытаться шить, а в первую очередь совесть свою сберечь от следующих ошибок. Друзья мои, с нами был Алексей Журавка, мы в принципе пообщались, и я думаю, что у нас будут еще эфиры, общения. Алексей, держись, здоровья тебе, и помни, что в принципе, как ты правильно сказал, мы один народ, и я думаю, что мир в любом случае должен объединить нас, и закончить эту непонятную, никому неинтересную гражданскую войну, в которой не огибнут в принципе граждане Украины. Правильно я говорю? Мне хочу сказать огромное спасибо, что набрали смелости набрать меня. Я готов отвечать за все свои слова и ответить за все. Так ты, оказывается, не сепаратист, а патриот Украины. Да? Ты же не сепаратист, а патриот получается. Ну, я дело в том, что сегодняшняя ситуация, вот ты все равно так раз и украину, сегодня уже не надо говорить об Украине, сегодня надо спасать человечество. Уже будем говорить так, точка пройдена, когда можно было говорить об Украине. Сегодня надо о нас с вами говорить, живущих в той или иной стране, на том куске земли. Вот так было правильно. Я понял. Друзья мои, эфир завершаем. До встречи с нами в следующих эфирах. Алексей, держись. Я объявил войну уделу выживания, и мой начальничек с тех пор все время нервный. Я подаю пример великого призвания, чтоб мой народ себя не чувствовал ущербным, чтоб не гонялся за копейкой, а ваял свое копеище.